Короткое видео. Крепите лист целиком, потом обрезаете, чтобы он нахлёст был на трубу, на прогон на нижнем. Видите, здесь потом наденется торцевой профиль с перфолентой. И вот остаток подводите сюда. Или внутрь вставляете, или сверху, как вам удобнее. В основном внутрь вставляете, чтобы больше был нахлёст. Потому что если сверху поставите, будет вот здесь щелка. А так будет плотно. И здесь можно будет потом проклеить или уплотнитель, или еще что-то. Видите, везде полностью нахлёст. Перфолента сейчас наклеивается. То есть, самый простой способ. Закрепили, разрезали пополам лист. Вот так сейчас отойду в сторону. Целиком разрезали пополам его. Справа, справа и слева закрепили листы. Потом прогончик над форточкой на две петли. И этот лист прикрепили. Видите, раз, два, три, четыре. Все лишь шайбы. Отрезаете по нижнему прогону, чтобы был нахлёст. И потом вот этот остаток заводите под листы. Самый простой способ такой. Надеваете торцевик, ведь обрезается. У нас теплица легенда. В принципе, и для теплицы павильон. Все то же самое. Разговор сейчас пойдет про вот такие вот стеновые форточки, стеновые фрамуги. Значит, готовятся они на земле. Прикручивается изнутри ручку шпингалет. В принципе, ручку шпингалет можно и на весу прикрутить. А к прогону, вот к этому, прикручиваются они на земле. То есть отступаем 6 примерно сантиметров, 5-6 сантиметров и прикручиваем шарниры. Все. И далее прогон прикручивается. То есть здесь что-нибудь такое подкладываем. Ну, мы подкладываем биту. То есть буквально миллиметров пять, чтобы был зазор от заглушки до прогона. Все. Выставляем форточку и прикручиваем ее на саморезы из одного шайбы. Можно, в принципе, оба крутить с шайбами, но мы вот, которые в створе находятся, крутим без шайбы. Ну, так на всякий случай. Чтоб не мешалось. Все. То есть вот эта заготовка. Сейчас будем крыть стену. Сначала стена кроется право-лево. Лево-право, без разницы. Вот форточки и форточный лист уже ложится. Ну, в данном случае последний. Так вот у нас стенам покрыли. Можно всю ее крыть, можно... Ну, главное, чтобы от форточки было право-лево покрыто. Все. Теперь форточку ровняем, чтобы она в створ ровненько встала, чтобы все зазорчики были аккуратны. Далее. Что мы будем сейчас делать? Мы сейчас будем вырезать лист по длине. То есть он должен начинаться и заканчиваться по краю трубы. То есть вот у него начало на краю и конец вот здесь. Все. Мы его вырежем, почистим, прихватываем. Сначала вверх. Сначала вверх прихватываем. Вот здесь саморезы прихватим. Все. Потом будем его резать. Ну, сейчас я покажу еще. Так, вот у нас все. Лист мы прихватили. То есть прихватываем на верхние саморезы и вот на серединчатые, на фрамуги. Теперь задача. Теперь задача. Отрезать лист. Отрезать лист. Лист будем резать вот примерно по нижнему краю трубы. Но я всегда беру миллиметра два кверху. Мне кажется, так и симпатичнее будет. То есть все отрезаем, одеваем профиля и устанавливаем. Так, ну вот мы лист отрезали. Значит, здесь у нас профиль с лентой. Здесь у нас профиль просто. Лист желательно подсунуть под вот эти боковые листы. Их заранее делаем заподлицо с трубой. Чтобы тут все было ровненько и красиво. Термошайбы прокручиваем. Здесь три самореза просто ставим. Эта форточка у нас будет на термоприводе. Привод будет ставиться в конце. Потом покажу, как. То есть все. В принципе, стеновая форточка готова. Здесь у нас цельный лист. Никаких резов. Чтобы вода вовнутрь теплицы не забегала. Но опять же, при цельном листе открывание максимум сантиметров 30 в нижней точке. Все. Далее лист подрезаем, проклеиваем. Ну, это уже все как обычные стеновые листы. Так, и финальный этап. Установка термоприводов на стеновые форточки. Значит, выглядит это все вот так вот. Вот. Сначала ставим монтажную пластину. То есть она должна начинаться там, где заканчивается прогон. Ну, плюс-минус тут миллиметры не имеют значения. Далее на самом краешке прикручивается петелька для пружины. Здесь, в самом углу форточки, тоже петелька для пружины. Недалеко от нее, буквально 2-3 сантиметра, прикручивается крепежка для термопривода. Чуть-чуть повыше, чем петелька. От крепежки отмеряем 35,5-36 примерно сантиметров. И прикручиваем вторую крепежку под второй конец термопривода. Все, термопривод. Сейчас, видите, он в масле. Мы его помазали маслом. Одеваем штоком вниз. С другой стороны, просто монтажная пластина с пружиной. Спингалет, который здесь есть. Сейчас я откручу один саморез. Проверну его на бок, чтобы он сам не закрывался. Вот на такое расстояние будет работать термопривод. Вторая хромога здесь точно так же все. Следую хромога. Продолжение следует... Продолжение следует...